Всем здравствуйте! Сегодня в рубрике 100 шагов портного мы рассмотрим обработку кармана в рельефном шве. Мы с вами рассмотрим, как правильно закрепить карман, чтобы не было растяжения в этой области. И выполняя эту обработку, мы рассмотрим именно с таким цельнокроенным бачком. То есть бачок будет цельнокроенный, я имею ввиду мешковина, а с другой стороны мешковинку мы с вами будем прорабатывать. Итак, сейчас приступим к обработке кармана. Как видите, у нас есть боковая часть с цельнокроенной мешковиной и две мешковинки, которые необходимо будет пришивать к нам в середине переда. Начиная я с того, что вход в карман, вот где у нас по мешковинке, именно по мешковинке, для того, чтобы не просматривалось на изделие, закрепляю флизелином. После чего складываю лицо к лицу. То есть вот у меня изнаночная сторона, а я сейчас поворачиваю и складываю лицом к лицу. При этом ровняю боковые срезы. И сейчас буду прокладывать строчку по флизелину. Сейчас вот так вот распределюсь. Прокладываю строчку, смотрите, вот так, вот так, вот так, вот так, вот сюда, но не до самого края. То есть вот этот краешек мы не должны с вами закрепить, поэтому строчка не будет где-то около сантиметра, я не буду ее прокладывать до самого края. То есть вот так у меня проходит строчка. Я это буду делать на ширину лапки. Сначала делаю закрепку. Все ровняем, следим и теперь делаю закрепку. После чего можем с вами срезы накладывать вот так вот поверх. Вот смотрите, вот срезы, поверх среза я накладываю в мешковину кармана. И сейчас буду прокладывать строчку. Такая будет растрочка где-то на миллиметр от сгиба, там где я перекинаю. Эта растрочка не будет идти до самого края. Значит вот здесь у меня к этому краю нужно будет подступиться. Поэтому сейчас я вот так вот прокладываю ее, ну не дойду где-то миллиметров на 5 до окончания строчки. Но это позволит нам хорошо, затем будет вот такой вот, видите, небольшой перегиб, перекат лицевой стороны на изнаночную. Это то, что нам обеспечивает. Вот смотрите, я раскладываю и здесь видно, как хорошо строчка обеспечила вот этот вот переход. Теперь смотрите, вот эта вот часть, вот она сама идет в подгибку. Да, вот она сама у нас загибается. Но сюда нам нужно пришить еще и саму. Вот давайте я вам прикладываю сейчас другая сторона, чтобы было понятно. И вот изнаночная сторона, изнаночная сторона. И вот здесь вот мы с вами ровняем и мешковинку. Должны пришить и саму мешковинку, вот здесь сточать. И сточать еще и само изделие. Поэтому сейчас вот так вот необходимо выровнять, разложить, вот так вот, как выкладывается. Для этого рекомендую все-таки проутюжить. Потом, после того, как вы проутюжите, вот так вот накладывайте и пока скалывайте. Обязательно, не спеша, сначала лучше прометать. И прометывать я сейчас начну с того, что вот так вот я буду, когда складывать, я сейчас прометаю сначала боковую часть, соединю вот здесь вот вместе. Можно сначала сколоть булавочками до самого верха, а потом прометать, чтобы мы увидели, что у нас с вами все сходится, все хорошо и замечательно. После того, как я все проверю, все у меня получится. Смотрите, я вот этот вот край, вот я их ровняю. И должна буду проложить строчку. Вот я отверху буду начинать и буду идти вот к этой строчке. Вот где я закончила строчку. Я надеюсь, что вам видно. Вот она. То есть вот сюда я должна дойти и сделать вот здесь вот закрепку. И мы с вами как бы соединим все в одно целое. После этого я отгинаю вот этот край, а здесь строчка у меня будет. И начну отсюда пришивать уже мешковину кармана. То есть именно вот так вот все мы соединим в одно целое. Пока все прометаем. Вот я все сделала. Смотрите, карманчик у меня пришит. Расстрочка выполнена, заутюжена. И вот здесь вот я сейчас излишки срезаю. Вот сейчас я просто ровняю. Я уже срезала и вот здесь мне нужно еще чуть-чуть подровнять. Нам не нужны излишки. Но срезаю я их не до самого края. Смотрите, вот здесь в самый край я не ухожу для того, чтобы было удобно работать. А здесь я сейчас вот так вот рассекаю и срезаю вот этот вот уголочек. Он нам не нужен, вот этот уголок. А теперь, чтобы он у нас хорошо туда закладывался. Поскольку этот край будет идти вот так вот, нам нужно будет с вами... Вот здесь тоже я сейчас рассеку. И выполню вот так вот строчку. Вот строчка уже выполнена. Я начинала с одного края и шла вот сюда. И прям заходила вот сюда наверх. Все. Теперь карман определяем на свое местоположение. Проутюживаем. Проутюживаем с изнаночной стороны. После того, как я проутюжила его, я карман откладываю в сторону. Значит, смотрите, вот я проутюжила по изнанке. Потом отложила в сторону и проутюжила вот здесь, чтобы не было края заутюженного кармана. То есть, в этой тоже нужно вот так вот проутюжить. Все. Теперь я скалываю по боковым срезам. Карманчик готов. Второй я тоже уже выполнена. Вот у нас вход в карман. Можно зафиксировать. И вот здесь вот, допустим, взять и проложить вот так вот строчку. При желании мы можем строчку проложить сначала и вот вход в карман зафиксировать. Потом, ну, вот здесь нужно вот так вот. Тогда, если вы будете это делать, я это делать не буду. То вы делаете строчку, делаете закрепку. После чего, то есть вот так вот по прямой. После чего поворачиваем. И, допустим, вот здесь вот вы и остановились. Сделали закрепочку. И потом сделать еще вот сюда одну строчку. Уже вместе боковушка и карманчик. Все вот так вот закрепить. Вот у нас карман и готов. Все вот так вот. Продолжение следует...